Эти ребята учащиеся в студии природы, одного из макеевских центров детского и юношеского творчества. А теперь это еще и инициативная группа проекта. Сейчас они получают знания, необходимые для того, чтобы потом обучать других, как правильно обращаться с бездомными и домашними животными. Учеников от 10 до 16 лет будут обучать кинологи и ветеринары. Так решили организаторы проекта по защите животных. Именно дети, по их мнению, чаще всего провоцируют бездомных собак на агрессивное поведение, после чего животным угрожает, например, отстрел. А несколько простых правил, по мнению организаторов, помогут избежать конфликтов. Например, не размахивать руками, не кричать, не убегать от животного. Будут обучать детей и оказывать помощь бездомным четвероногим. С нами будут работать и кинологи, и ветврачи, которые будут обучать именно детей, то есть как вести себя с животными, как можно вылечить. Ну, понятно, что элементарные, конечно, заболевания. То есть в такой ситуации, допустим, если животное поражено какой-то инфекцией, не страшной инфекцией, то есть что это не так страшно, и не выбрасывая животное, можно его вылечить, и тем самым как себя именно сберечь от заражения данного животного. Ровесники об этом расскажут доходчивее, чем взрослые. Поэтому организаторы и обратились к школьникам. 11-классница Анна Степнова – одна из тех, кто вызвался встать на защиту бездомных собак. Вместе с единомышленниками она будет ходить по школам и детским садам и проводить обучающие занятия. Призвать многих, всех, чтобы они лучше относились к животным. Нужно относиться к животным так, как мы хотели, чтобы они к нам относились, чтобы вызвать доверие. Очень важно отношение и к домашним животным. Ведь разочаровавшись в своих питомцах, люди зачастую выбрасывают их на улицу. Сегодня в Макеевке половина бездомных собак, брошенные хозяевами. Ведь самое страшное, когда животное беззащитно остается на улице. Взяли игрушку, вроде бы красивая собачонка, поигрались и выбросили на улицу. Естественно, животное попадает в такие условия по мусорникам, где-то добывая еду, и уходит в собачью стаю. Программа по защите животных начнется уже через несколько дней. Инициативные группы посетят школы и детские сады Макеевки. В перспективе планируют охватить всю Донецкую область. Александра Христенко, Алексей Логвин, Панорама.